Вслед за китайскими и иранскими туроператорами в Сочи со знакомительным визитом приехали представители туристического бизнеса Германии. За четыре дня пребывания на курорте они осмотрели ряд гостиниц, посетили экскурсионные объекты, в том числе горнолыжные курорты и, конечно же, Олимпийский парк. Я вижу просто честно неподдельный интерес. Первое, вот что я видела в их глазах, такое, знаете, немножко изумление, когда в любой гостинице, ну они все говорят еще и по-английски, они могут обратиться, им отвечают в любом ресторане. И вообще, как бы, знаете, вот настолько все было, ну никто ничего не подстраивал, так действительно все есть. Все есть, все было очень четко, все было очень хорошо сделано и где-то на второй день они уже просто начали спрашивать, а как приехать, а что для этого надо. Йохин Чех работает с Россией уже 25 лет. По его словам, немецкие туристы, посещая нашу страну, отдают предпочтение Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Байкалу. Теперь он будет настоятельно им рекомендовать и солнечный Сочи. Я был очень удивлен, как хорошо здесь уровень гостиницы. Особенно люди, которые там работают, они очень любезны, очень, как сказать, гостеприимны. Вместе с туроператорами на курорт приехала и журналист популярного немецкого издания Юнге Вельт. Ребекка Мурук уже второй раз в Сочи была на Олимпиаде. Сейчас захотела посмотреть, как живут сочинцы в постолимпийской столице. Я бы хотела посмотреть, как идет развитие после завершения Олимпиады. И поскольку, как вы тоже знаете, сейчас идет пропаганда против России в нашей стране, да и вообще в Европе, я бы хотела как-то откорректировать этот момент. Подобные ознакомительные туры теперь станут регулярными. Уже назначена дата визита следующей группы из Германии и ряда других стран. Таким образом, Сочи выходит на новый туристический уровень. А это значит, что в город вместе с туристами придут и новые инвестиции.